Время Че Здравствуйте! Спонсор выпуска – торговая сеть «Империя». Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! так как его заграничный паспорт находится в управлении железной дороги, а паспорт гражданина РФ был изъят во время обысков. Защита попросила учесть, что на иждивении Фомина находится пожилая мать, а также несовершеннолетний ребенок. Также стороной защиты были предъявлены множественные положительные характеристики и отзывы, в том числе и от Читинской епархии. Однако суд, изучив материалы дела, оставил апелляцию адвокатов без удовлетворения. Под стражу он будет находиться до 19 декабря. На момент рассмотрения судом первой инстанции он только подозревался в совершении преступления одного эпизода. И мы убеждены, что столь суровые меры пресечения, исключительные, самые строгие, не можем мы согласиться, что именно она избрана. Здесь ситуация тоже неоднозначная, и мы не можем согласиться ни с постановлением о возбуждении уголовного дела, они с предъявленным обвинением в связи с тем, что закон у нас изменился 3 июля 2016 года, федеральный закон, в котором были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. И то деяние, которое следствие полагает, что им совершено 2 июля 2015 года, оно стало относиться не к особо тяжким, а к тяжким. И о судом первой инстанции учтено было именно тяжесть преступления при решении вопроса о содержании Валерия Константиновича под стражей. Профилактические обыски за обострение хитрости провели сотрудники полиции и следственного комитета в 7-й поликлинике города Читы. Обыски проводили в отношении руководства поликлиники по признакам должностных преступлений. По нашим данным, двое подозреваемых, занимая должности главного врача и заместителя главного врача городской поликлиники номер 7, в 2014 году давали указания своим подчиненным, врачам, специалистам, чтобы те составляли фиктивные диспансерные карты о том, что к ним якобы обращались люди за прохождением профилактического медицинского осмотра. Затем эти данные подозреваемые направляли в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, в результате чего незаконно получали денежные средства. По данным следствия, сведения о диспансерном учете были завышены более чем на 100 человек. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Также следователи не исключают появление данных о других преступлениях руководства больницы. Не отстает от руководства городской медицины и младший персонал. Полицейские раскрыли кражу в 8 тысяч рублей с банковской карты мужчины, который лишился денег во время лечения. Когда пациент находился на стационарном лечении, он давал медсестре свой телефон, чем-то и поспешила воспользоваться, переведя деньги себе на карту, пока мужчина находился в тяжелом состоянии. Бонни и Клайд Читинского масштаба. Полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые подозреваются в разбое в центре города. Пострадавшая девушка возвращалась домой по улице Ленина и разговаривала по телефону. Услышав шаги, она обернулась и увидела перед собой мужчину, который, угрожая ножом, потребовал отдать ему трубку, а также сорвал с шеи золотую цепочку. Посмотрев видео с камер наблюдения, оперативники установили, что разбойник орудовал не один. Все это время за происходящим следила женщина, которая позже скрылась вместе с налетчиком. Приметы подозреваемого 40-45 лет, рост около 175 сантиметров, между зубами щели. Был одет спортивный костюм темного цвета, на глазах солнцезащитные очки. Женщине на вид 25-30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы собраны сзади в пучок, была одета в спортивный костюм и кроссовки. Если вам известны обстоятельства произошедшего личности мужчины или его спутницы, сообщите в полицию по телефонам, указанным на экранах. Перейдем к ситуации на дорогах Края. За сутки зарегистрировано 26 ДТП. Один человек погиб, 19 получили травмы. В Агинском районе на трассе Чита-Забайкальск водитель Тойота Надия, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернул машину. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира. Экскаватор протаранил пассажирский автобус. Авария произошла на автодороге Кырагавань. 65-летний водитель ПАЗа нарушил боковой интервал и левым бортом налетел на экскаватор, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ПАЗ буквально разорвал его на части. В аварии пострадали 12 человек. Семеро получили незначительные повреждения, ссадины, ушибы мягких тканей. У пятерых травмы тяжелой степени. В основном переломы нижних конечностей и ребер. Сегодня тяжело травмированных пассажиров автобуса самолетом и автотранспортом доставили в Читу. А у меня на этом все. До свидания и берегите себя.